Всем доброго дня! Это Гелиосар и Биология просто. Учебник биологии Живой организм 5-6 класса за авторством Сухоруковой, Кумченко и Колесниковой. Параграф 39. Питание животных. Вспомните, в чем главная особенность питания растений? В том, что растения по сути питаются неорганическими веществами, а также светом и теплом солнца. Это все, что им необходимо для питания. Ну, вообще-то там еще углекислый газ активно участвует в этом самом питании. Растения создают из неорганических веществ органические. Каковы строения и функции эпителия животных? Эпителия животных – это, по сути, защитная пленка как на поверхности самого животного, то есть кожа является эпителиям, так эпителия присутствует и во внутренних органах, то есть и в желудке, и в горле, и в кишечнике. Везде есть клетки эпителия, которые защищают эти самые органы от внешней, так сказать, среды или внутренней какой-то среды. Но и тем не менее они присутствуют там. В чем значение пищеварительной системы? Для животных пищеварительная система – основа основ, потому что без питания будет невозможно поддерживать жизнедеятельность. Питание животных существенно отличается от питания растений. В зависимости от способа питания выделяются различные группы животных. Пищеварительная система. По способу питания все животные – гетеротрофы, организмы, употребляющие в пищу готовые органические вещества. Питание животных начинается с захвата и заглатывания пищи. У большинства многоклеточных животных есть пищеварительная система. Она имеет вид трубки, называемый пищеварительным трактом. Пищеварительный тракт подделен на отделы – ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник. К пищеварительной системе относят также печень и поджелудочную железу. Простейшее животное эвглена, зеленое, имеет хлоропласты. Поэтому на свету она питается как растение, создает органические вещества. А в темноте эвглена используют готовые органические вещества, образующиеся в водоемах при разложении отмерших организмов. То есть, ну это чуть ли не единственный на настоящий момент известное такое вот животное, которое имеет хлоропласты. И обратите внимание, оно простейшее. Печень – самое крупное железо в организме. Слово «печень» происходит от слова «печь». В ней вырабатывается значительная часть тепла организма. Она служит внутренней печкой, согревающей организм. Процессы, протекающие в печени, разнообразны. Здесь происходит расщепление многих питательных веществ и их запасание, обезбреживание ядов, образование желчи. Желчь собирается в желчном пузыре. Ее роль в пищеварении также очень важна. К тому же печень в немалой степени участвует в очистке крови от различных элементов. Основными очистителями являются почки, но печень также участвует в очистке. При этом печень, ее в настоящий момент не существует аппарата по очистке крови, как печень. Есть аппарат искусственной почки, а вот искусственной печени не существует. Поэтому к печени стоит относиться очень и очень аккуратно и осторожно. У, например, тех, кто потребляет очень много алкоголя, большие проблемы с печенью. И исправить это практически никак невозможно. Потому что заменить печень на какой-то искусственный аппарат нельзя. Стенки пищеварительного тракта выставлены эпителиальной тканью, которая содержит много желез, выделяющих слизь, пищеварительные соки и специальные вещества, ферменты. Они поступают в кишечник и участвуют в переваривании пищи наравне с бактериями, которых тоже в кишечнике много. Процесс пищеварения у животного начинается в ротовой полости, продолжается в желудке и начальном отделе кишечника. Переваренная пища всасывается через эпителиальные клетки внутренней поверхностью кишечника, которые образуют множество складок. Складки покрыты бесчисленными выростами – микроворсинками. Благодаря такому строению внутренняя поверхность кишечника увеличивается и питательные вещества быстрее всасываются. Каждая микроворсинка содержит сеть мельчайших кровеносных сосудов. С их помощью питательные вещества из кишечника проникают в кровь, которая обеспечивает их транспорт ко всем органам и тканям животного. Растительноядные животные, ну или травоядные. Многие животные питаются только растительной пищей – побегами, семенами, плодами, нектаром. Их называют растительноядными. Например, рыбы толстолобик и белый амур, мыши, бурундуки, белки, ну коровы те же самые с овцами и козами. Для срезания и разламывания растительной пищи приспособлены зубы животных. Так, у грызунов передние зубы имеют острые режущие края, которые никогда не стачиваются, потому что эти зубы растут всю жизнь. У растительноядных животных длинный кишечник, так как растительная пища долго переваривается. Хищные и паразитические животные. Хищные животные используют в пищу других животных. Хищники среди насекомых – стрекозы, многие жуки. Среди рыб – окуни и акулы. Среди птиц – ястребы и совы. Хотя есть многие другие хищные животные. Настегнуть и удержать жертву хищным зверям и птицам помогают сильные конечности, хорошее зрение, мощные загнутые клювы и клыки. Пища хищников переваривается быстрее растительной, поэтому их кишечник короче. Животные и паразиты должны проникнуть в организм хозяина и, зацепившись, удержаться на его теле или в органах и тканях. Так питаются некоторые насекомые, клопы, блохи, ноги плоские и круглые черви-паразиты. Менуга, обитающая в реках, тоже является паразитом. Она присасывается к рыбе, выделяет пищеварительный сок на ее тело, а затем всасывает переварившиеся ткани. Животные-падальщики и всеядные. Падальщики – это животные, употребляющие в пищу трупы других животных. Например, грифы и гиены, жуки и мертвоеды. Всеядные животные питаются и растениями, и животными. Это обезьяны, ежи, бурые медведи, кабаны. Бурый медведь может охотиться на рыбу, крупного зверя. В то же время он выкапывает клубни, луковицы растений, копается в муравейниках, лакомится малиной и медом. Люди также являются всеядными. Вопросы. Какое строение имеет пищеварительная система животных? Начинается с ротовой полости, то есть рта в нашем случае, потом идет глотка, потом идет желудок, потом идет кишечник. По сути дела достаточно просто. Каким образом питательные вещества поступают ко всем органам? Очень просто. Основным для всасывания получившихся питательных веществ является кишечник. В кишечнике на эпителии большое количество складок и различных микроворсинок. Именно эти микроворсинки, как и миниатюрные насосы, всасывают получившиеся питательные вещества. И ворсинки покрыты большим количеством микроскопических кровеносных сосудов. И питательные вещества поступают в кровеносные сосуды. И далее крови разносятся по всем тканям организма. В какой группе по типу питания можно отнести человека? Ко всеядным живым существам. Потому что человек может питаться и мясной, и обычной растительной пищей. Итак, с чем же связаны различия в строении пищеварительной системы хищников и растительноядных животных? То есть травоядных. С тем, что растительная пища переваривается намного медленнее. А второе содержит не такое большое количество питательных веществ, как мясная. То есть добыча хищников. Поэтому переваривание растительной пищи происходит в достаточно большом и длительном объеме. Даже люди, так называемые вегетарианцы, они обычно достаточно худощавые. Но при этом они вынуждены есть очень большое количество растительной пищи. Потому что они не в состоянии насытиться вот этими самыми травами. А питаться же какими-то только одними сладкими фруктами этого недостаточно. Организму в обязательном порядке нужны белки. И одной только растительной пищей, по сути дела, человек сыт, в полном объеме здоров, а только растительной пищей не будет. Нужны какие-то белки. То есть молоко, яйца, сыр, что-то. Вот какие-то такие продукты животного происхождения их все-таки есть надо. Учитывая, что при молоке, масле, яйцах никого живого из живых существ не убивают. Так что вот так вот, собственно говоря. Но ответ на вопрос достаточно прост. Растительная пища переваривается гораздо дольше, чем животная пища. Поэтому у растительноядных, травоядных, кишечник длиннее, чем у хищных животных.